Алтайская зимовка Здравствуйте Впервые пройдут эти соревнования, такая замечательная афиша, я сейчас как раз показываю Вы впервые участвуете в Алтайской зимовке? Мы в Алтайской зимовке участвуем ежегодно с самого ее основания Это четвертый раз Четвертый уже раз А программа повторяется или вы что-то новое внесете? И вообще как это все выглядит? Ну программа у нас одна, вот места у нас повторяются Первая зимовка была в Белокурихе, вторая была у нас в Барнауле, третья была в Бийске И вот четвертая должна быть в Завьялово, но из-за того, что там реконструкция стадиона к сельской олимпиаде И мы вынуждены снова вернуться в Барнауле А вернуться куда, где, именно на какой площадке вы будете здесь? В этом году мы будем соревноваться на площадке стадионе школы номер 72 в научном городке А добраться туда легко? Очень легко, садишься на 25-й автобус и до конечной А конечная прям в 20-50 метрах от стадиона Это вот гонки, мотолыжных экипажей, да? Достаточно там места на этом стадионе? Вам же, наверное, побольше простора надо Ну, если говорить об истории, то мы проводили соревнования и протоки реки Обь в поселке Затон Там, конечно, дистанция будет Вот, наверное, где вот больше там, не знаю, трасса с препятствиями, с какими-то, да? Там, наверное, зрелищ не нет? Или это не имеет для вас значения? Ну, может быть, да, потому что в Затоне были прыжки, и все было интересно Но там песок, и когда в этот песок залетает мотоциклист или лыжник, происходит не... Ну, мотоциклист, ладно, от лыжника резкое торможение, он падает Поэтому желательно, чтобы площадочка была ровная Все-таки так, да? И вот соревнования в Павловске много лет подряд проводили Мы проводили на льду пруда Виктор Иванович, ну давайте все-таки начнем с самого начала, скажем так А то мы разговариваем, может, не все телезрители понимают о чем Значит, мотолыжный экипаж, это что? Это, значит, мотоциклы, да? К ним, значит, как-то крепятся, кто? Гонщики на лыжах, да? Ну, вот расскажите вообще с самого начала, что это такое? Гонки мотолыжных, это экипаж, и она, в принципе, название уже говорит само за себя То есть, мотоциклист тянет лыжника Это вот два человека, это команда, да? Да, 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 это экипаж Экипаж, да Команда, экипаж Хотя и будет командный зачет Ну, это чуть попозже поговорим Значит, это веревочка длиной от 6 до 4 метров Не длиннее Чтобы на конце веревки не было кольца, не было каких-то палок А как он держится? Она же скользкая, эта веревочка Ну, это уже хитрости, как раз действительно руки не имеют Ну, там для хитрости они вяжут узлы, но там еще одна особенность А привязать он не может, не имеет права? Это же опасно, травматично? Совершенно правильно Мало того, я только что об этом хотел сказать Что мотоциклы у нас все без шипов, без цепей Без каких-то других средств противоскольжения То есть, едем на резине Ну, а сложность как раз в этом и заключается Чтобы они друг другу помогали Потому что, казалось бы, вы думаете, что лыжник там выполняет роль сосиски? Ну, я думал, да Нет Он выполняет огромную работу, особенно на виражах На прямых он отпускается И как бы мотоциклисту дает возможность разогнаться А на виражах он подтягивается к нему практически вплотную Держаться, кстати, за мотоцикл нельзя, по правилам Приближается вплотную, заходит на внутренний радиус И с помощью лыж пытается удержать на этой вот кромке стадиона Для того, чтобы его не выбросила центростремительная сила А лыжи у всех одинаковые должны быть? Мотоциклы у всех одинаковые, да? Или нет? Или кто на что гораст? Если раньше в советское время у нас была красота Мы различали мотоциклы только на дорожной резине и на спортивной То есть на кроссовой Сейчас у нас аж пять зачетных групп Прежде всего, я много лет работал с детьми Порядка шестнадцати И сейчас у нас дети будут соревноваться От восьми до двенадцати Двенадцати до четырнадцати Четырнадцать шестнадцать Шестнадцать восемнадцать И потом пошла взрослая группа То есть, в принципе, пять зачетных групп Мало того, внутри этих зачетных групп еще это разделение по мотоциклам Потому что есть мотоциклы легкие Там мини-мокики Пятьдесят кубиков И идут мотоциклы уже больше трехсот кубов Мы уже здесь ограничений вообще никаких не делаем Потом еще есть мотоциклы Есть дорожные Есть классы эндуро Есть спортивные То есть, достаточно тяжело в короткой программе все рассказать Я не думаю, что на них на всех можно Не обязательно, что должен быть только такой вид мотоцикла Только такой вид лыж И все Ну, знаете, как на олимпийских играх Там все жестко же То есть, на своих же лыжах не придешь туда Значит, ски Раньше назывался вид спорта отдельный в Советском Союзе Ски-оринг Потом после развала Советского Союза он куда-то исчез Это я так историю рассказывал А вообще Вид спорта или вид дисциплины спортивного туризма Достаточно демократичен Вот мотоцикл, вот лыжи Вот я привожу в пример всегда Топчихинскую команду Они раньше приезжали в танковых шлемах Хорошо На деревянных лыжах Молодцы Обитыми полосками железа И на валенках Не было возможности Сейчас, конечно, экипировка у них растет Они уже приобретают хорошие ботинки Хорошие горные лыжи Они с такими окантовочками железными И то этих горных лыж нам хватает на сезон Разбиваются, да? Узнашиваются То, что виражи, виражи А попадешь на камешек Попадешь на землю Мне почему-то кажется, что очень травматичный вид спорта Нет? Ну или по крайней мере такой Для мужественных людей Вот какая скорость они развивают? Там же скорость любая может быть Он же может так разогнаться, что у ее и га Ну, всегда почему-то путают мотокросс с мототуризмом Короче, всегда путают В мотокроссе могу сказать, что в скорости максимум 40-60 километров В мотокроссе Потому что там прыжки Ну да, и виражи постоянно Не разговоришь Да, прыжки там самые зрелищные У нас тоже быть скорости Примеры такого плана могут доходить Все зависит от дистанции Конечно, школьный стадион это достаточно мало Поэтому там будет очень много виражей Ну, в принципе, в этом-то и заключается соревнование Конечно, понятно, что это красиво, это интересно Пройти вираж, быстро разогнаться, затормозить А опасность, конечно, подстерегает всех Потому что вид спорта контактный Старт групповой И тут как-никак А вот групповой старт Допустим, стартуют сразу 10, да? Допустим, мотоциклов, 10 лыжников Ну, вообще страшно Они же, наверное, начнут стукаться там головами, нет? Ну, давайте не будем об этом грустно Как говорится Во-первых, чтобы вот этой толкучки не было на старте По правилам, они стартуют с подбегом Первый заезд с подбегом мотоциклиста Ну, это правильно, да И второй подбег с подбегом Старт с подбегом лыжника И вот этот, сколько, 50 метров они бегут И этого вполне достаточно, чтобы растянуться Расстояние растянуть Главное, чтобы мотоциклисты друг с другом Ну, а дальше пошла уже позиционная борьба Обгоны, рев мотоциклов Ну, я много соревнований организовал Но иногда у меня у самого кровь стынет Ну, понятно, спорт есть спорт, конечно Там по-другому как не может быть Естественно, будет первое, второе, третье место, да? Победитель любовь Естественно, мало того у нас еще будет первое, второе, третье место в командном зачете Будете дарить что-нибудь? Да, у нас традиционные подарки Алтай-турцентр заготовил комплект Шапочка и шарфик В прошлом году за него там бились прям со страшной силой И там по правилам разрешается переходить из класса низшего в класс высший Ну, как бы, да Если ты хочешь, пожалуйста Хотя я знаю, что люди по два, если две гонки выдержали То они их там ветром качают Но некоторые вот выдерживают И знаете, какая цель? Получить эту заветную шапочку и шарфик Ну, это модная вещь, видимо То есть это настоящий такой, скажем так, трофей Да, настоящий трофей Бренд Да, бренд А у вас ребята, я так понимаю, да, в соревнованиях участвуют? Есть и девчата Девчата и ребята, а возраст? А вот я о возрасте сказал только что Да, вот верхняя планка вас кто занимает? Верхняя планка по... Занимаются, да, в принципе, ребята до 18 лет Будет ребята... А, из детей? Да 18 лет Все, и дальше он перешел, переходит в разряд взрослых И тоже соревнования проводятся, если взрослые Да, мало того У вас есть и взрослые, и дети, да? Будет парень с Новосибирской Мы около 60, а может быть 60 Он будет соревноваться Да вы что? Поэтому здесь ограничений у нас верхних вообще нет А получается, то есть, хоть они краевые соревнования Будут люди из других, да? То есть спортсмены из других регионов, да? Да, мы приглашаем, это же праздник Мало того, это начало сезона Еще нигде стартов нет Как бы надо вкатиться Я понимаю, что, может быть, скорости не те будут Еще тренировок достаточно нет Снег-то еще не лег, по большому счету Но, тем не менее, сезон надо начинать И, в принципе, того снега, который уже лег Нам вполне достаточно Потому что тот стадион школьный не сильно используется На нем трава сантиметров, наверное, 15 В принципе, если бы даже снега не было Мы бы по этой могли ехать Даже на лыжах по траве? Ну, они замерз, естественно, да? То есть заледеневшие? Ну, один раз у нас были соревнования По осени, в сентябре месяце И там мы... Ну, просто были соревнования летние Но ребята ради хох мы привезли лыжи И катались по траве Нормально получилось Давайте еще раз напомним Значит, 16 декабря в 11.30 Стадион школы номер 72 Это научный городок Вход свободный, я так понимаю Всех ждем на этой площадке Спасибо большое вам за беседу Удачи, до новых встреч Ну, приглашаем Будет очень интересно Конечно, зрелищно Я напоминаю, что у нас в гостях был Вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Мастер спорта СССР Виктор Михайлович Пантыкин Спасибо за внимание, до встречи Спасибо за внимание, до новых встреч!